Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов Колба. Меня зовут Рудов Сергей, я ведущий этого канала. Сегодня у меня на столе вот такая вот интересная штука. Это дымогенератор, новый дымогенератор от Ханхи. Ханхи Ультра. Совершенно новинка этого месяца. Получается, сейчас у нас идет октябрь 2024 года. В этом месяце только-только поступает в магазин этот дымогенератор, а он уже у нас на студии. Он пришел, мы его распаковали, все достали. Сейчас я вам все покажу обязательно, обсудим комплектацию, все, что здесь есть, все, что появилось в дымогенераторе. В отличие от предыдущего поколения этого дымогенератора, раньше тоже был дымогенератор Ханхи, только два. В общем, посмотрим, чем порадовала нас Ханхи. Сегодня мы будем рассматривать вот эту вот вещь для холодного копчения. Сразу скажу, что дымогенератор это вещь для холодного копчения. Раньше люди рыли длинные траншеи. Теперь этого делать не нужно. Теперь есть дымогенератор, который прекрасно позаботится о том, чтобы в вашей коптильной камере был качественный, очищенный, хороший дым с минимальным количеством каких-либо вредных примесей. Здесь все для этого имеется. И сейчас я вам это обязательно покажу. Так как прибор новый, на него пока никаких скидок не предусмотрено, но так как вы являетесь зрителем нашего канала, вы можете получить специальный промокод колба24. Вводите его в магазине, в розничном, в интернет-магазине, в приложении, неважно где. Вводите промокод колба24, либо говорите продавцу-консультанту и получаете свою скидку в 3% от канала колба по промокоду колба24. Возьмите себя за привычку, за правило. Ходите в колбу, пользуйтесь промокодом, раз уж вы являетесь нашим зрителем. А мы начинаем обзор нового дымогенератора Ханхи Ультра. Итак, дымогенератор. Сначала расскажу вам про него. Какой же его принцип действия? А принцип действия у него очень простой. Дымогенератор это отдельная единица, которая поставляет дым в коптильную камеру. В качестве коптильной камеры можно использовать обычные коптильные камеры, которые есть в ассортименте. Коптильная камера Ханхи, деревянная коптильная камера, а также можно взять коптильню горячего копчения Ханхи 4. В ней уже есть специальные штуцы, в которые проводится шланг, который подключается к дымогенератору. И дымогенератор поставляет дым в эту коптильню Ханхи 4. Все просто. В комплекте к дымогенератору есть вот такой вот специальный шланг, который с одной стороны подключается к нему, а с другой стороны подключается, собственно, к коптильне. Что же происходит в самом дымогенераторе? В сам дымогенератор закладывается щипа вовнутрь. Там она с помощью зажигалочки поджигается с помощью небольшой дырки. Здесь у нас компрессор, который, собственно, пропускает дым через охлаждающую и очищающую камеру. Вот, посмотрите. Прокладка. Здесь вот такое вот строение. То есть дым преодолевает все вот эти вот барьеры, очищается. То, что очистилось с него копоть, разная сажа излишняя, различные канцерогены, все конденсируется обратно сюда и по трубочке в утиль. Здесь, собственно, находится весь утиль. Здесь собирается конденсат, а также собирается зола от прогоревшей щипы. Вот такой вот принцип работы, друзья. Теперь давайте рассмотрим сам дымогенератор. Именно в дымогенераторах Ханхи устроено все так, что щипа, которая прогорела уже в самом дымогенераторе, превращается в золу. И, собственно, проходит через специальную сетку внутри. Вот такое вот устройство она имеет внутри. Проходит через специальную сетку. Зола просто осыпается и не мешает прогорать щипе дальше. Золу прямо во время холодного копчения вы можете извлечь из камеры утилизации. Если в прошлом поколении дымогенератора Ханхи-2 была только решетка, специальный зольник, то здесь есть целая камера для золы. Очень удобно, по моему мнению, потому что длительное копчение, например, если вы коптите рыбку, а хотите коптить рыбку, рыбка коптится, друзья, долго, сутки, двое, некоторые больше даже коптят. По моему мнению, смысла этого особого не имеет, но раз уж такой рецепт, раз уж человек так привык, раз ему так вкусно, то кто мы такие, чтобы его осуждать за это? В общем, факт в том, что рыбка коптится долго и щипы будет прогорать достаточно много. Естественно, время от времени мы можем ее утилизировать вместе с конденсатом. Также обратите внимание именно на слив конденсата. Если раньше здесь был специальный стаканчик, то теперь в новом поколении дымогенераторов есть трубка, которая ведет прямо в бункер для отходов. Здесь вместо подставки, как я уже сказал, бункер для отходов, раньше была подставочка, механизм пристегивания бункера для генерации дыма, для сгорания щипы. Он также пристегивался, но только к подставке. Здесь пристегивается, видите, очень удобно, только не к подставке, а к данному бункеру для отходов. Что касается вот этого вот сухопарника для дыма, значительных изменений он не претерпел. Кроме того, что теперь крышка, она не просто на резьбе, она имеет вот такую вот специальную защелку, которая используется в фотокамерах обычно, на фотоаппаратах. Обычно так закрывают объективы, и отсюда именно это и пришло к нам. Также по строению все осталось прежним. Прошлое поколение дымогенераторов имело такой же путь для дыма, если, скажем так, в древние времена, буквально 100 лет назад, можем сказать так, дым проходил через несколько метров под землей, специально вырывали такие траншеи, то теперь эти несколько метров под землей у вас будут вот здесь в сухопарнике. И все, что нужно, во время того, как дым будет подниматься, все тяжелое, зола, всякая дрянь, все-все-все осыпется вниз и конденсируется. Здесь эффект такой же, как в бункерах, а то и получше будет. А еще в новом поколении дымогенераторов появилась вот такая вот шторка, вот такая вот заглушка, которая защищает вас, окружающую среду, от того, чтобы тлеющая щепа не вывалилась через дырку, с помощью которой мы поджигаем, не воспламенила все вокруг. В общем, такая вот пожаробезопасность, скажем так, такие вот методы защиты. Но, тем не менее, раз эту шторку придумали, значит, инциденты какие-то, возможно, и были. Сколько бы раз я не коптил, никогда у меня таких эксцессов не возникало, но, тем не менее, раз она есть, если ее придумали, значит, у кого-то такое и было. Нам такое не нужно, поэтому мы будем пользоваться данным девайсом. Поэтому за такую крышечку лайк. А самый лайк, друзья, вот за такой вот компрессор. Вот так вот он в крышечку всовывается. Это компрессор, друзья, для дыма, для того, чтобы у нас поддерживалась компрессия, для того, чтобы была тяга, для того, чтобы постоянно тлела наша щепа, горел очаг. В общем, эта штука позволяет, точнее, даже заставляет наш дым перемещаться из дымогенератора напрямую в коптильню. И фишка нового компрессора в том, что он от производителя. Если раньше компрессор дополнительно покупался, где-то закупался, Ханхи, может быть, в Китае где-то, может быть, наши умельцы где-то делали, подключался в сеть, то новый компрессор имеет вот такой вот фирменный логотип здесь, логотип Ханхи, устроен очень добротно, в металлическом вот таком вот исполнении, плюс хорошее, удобное колесо для регулирования. На ощупь очень приятно и добротно сделано, он такой достаточно увесистый. И работает, друзья, он от сети и от пауэрбанка. Это очень важная вещь, сейчас объясню почему. Здесь вот такой вот разъем Type-C, ну, то есть, международно практически принятые, сейчас даже уже айфоны делают с разъемами Type-C, международно принятое гнездо вот такое вот, такие зарядники есть практически у каждого. Так вот, в чем же преимущество такого способа? Допустим, вы коптите где-то на даче, либо коптите где-то в деревне, хотите подальше отойти со своей коптильной, чтобы не мешаться под ногами, но нужно тянуть много электричества, у вас, может быть, нету такого вот удлинителя хорошего, либо вы просто не хотите этим заниматься и вообще откладываете копчение все в сторону. Теперь же это позволяет вам, да я даже не знаю, например, вдруг вы живете в городской квартире, решили просто выйти из дома, пойти куда-нибудь в парк, сесть на лавочку там, куда-нибудь в безлюдное место, потому что к вам появятся вопросики. Сесть куда-нибудь в безлюдное место или куда-нибудь на пустые или там, не знаю, в лес полосу, куда-нибудь уйти, взять с собой коптильню, либо камеру и дымогенератор, взять с собой пауэрбанк, подсоединить и все у вас будет работать. Никакой сети не нужно, достаточно просто обычного пауэрбанка. Цена ему тысяча рублей в любом магазинчике. Так что новый компрессор для дыма теперь абсолютно никак не ограничивает вас в нахождении где-то недалеко от сети и позволяет вам буквально коптить где угодно, где вы хотите и когда вы этого хотите. Главное, чтобы погода или вообще температура это вам позволяли. Так что, друзья, да, это действительно крутое решение от Ханки, полностью его одобряю. Для меня это реально хорошая вещь, скоро мы с вами что-нибудь закоптим. Пока еще остались кое-какие теплые деньки, я специально выделил себе. Так что, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Скоро выйдет ролик про то, как мы будем использовать данный дымогенератор. Я уже проверил, здесь все работоспособно. Самое главное, компрессор работает. И ладно, с ним в комплекте идет вот такое вот устройство. Это выглядит как обычная зарядка для телефона. Также шнур, нормальный шнур, обычный самый. Здесь разъем Type-C, здесь USB. Вы можете даже к домашнему компьютеру подключить, это все будет работать. Это чтобы работать от сети. А чтобы работать от пауэрбанка, нужно вместо вот этого вот зарядного устройства подключить пауэрбанк. И все будет хорошо, все будет закопчено, долго хранится, вкусно, безопасно. И самое главное, данная вещь из нержавейки, она долговечная. Забыл вам показать, здесь устройство по эксплуатации. Дымогенератор Ханки Ультра. Здесь все как работает, устройство. И самое интересное, понятные рекомендации, таблицы. И самое интересное, здесь гарантийный талон для меня. Гарантию Ханки дает код. И срок службы, и изделия пишут 5 лет. И подпись товар предназначена исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Ну, естественно, если вы будете на продажу делать огромные количества, то, возможно, в негодность эта вещь придет намного быстрее. Но я что-то не вижу никакого такого, ни одного варианта, что здесь может сломаться. Прогореть что-нибудь может? Навряд ли. Оно здесь просто происходит тление. Поэтому непонятно, почему 5 лет. По мне эти вещи служат намного дольше. А на этом, друзья, у меня все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.